В эфире телеканала АЭСТ новости сейчас в студии Марина Беклемишева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Субтитры делал DimaTorzok В чужую машину другой стреляет по жилым домам. Нетрезвые иркутяне не дают скучать своим соседям. Об этом в первой части выпуска. Субтитры делал DimaTorzok Толщина льда в проливе Малое море составляет от 40 до 65 сантиметров. Но вся акватория пересечена торосами и трещинами. Так, одна из них проходит от острова Хунык на севере. Только за эти выходные под лед ушли два автомобиля. В одном находились четверо детей. К счастью, никто не пострадал. Байкал сегодня оживает после зимней спячки. Сегодня мы уже, к сожалению, имеем целый ряд провалов автомобильного транспорта под лед. Буквально в эти праздничные дни мы чуть не потеряли несколько граждан. Счет на провалы идет уже на десятки. Чудесное спасение. 8 марта пожилая женщина в одиночку отправилась покорять пик Черского. В назначенное время не вернулась на метеостанцию Хамар-Дабан в Слюдянском районе. Дежурный обратился к спасателям. Диспетчер также сообщил, основной рюкзак с провиантом и теплыми вещами пенсионерка оставила на метеостанции. Спасательную операцию начали группа пожарно-спасательной службы Иркутской области и Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Они выдвинулись по предполагаемому маршруту туристки. Поиски осложнял выпавший ночью сильный снег. Ветром замело следы и тропы. В экстремальных условиях женщина провела более 10 часов и счет шел на минуты. Спасатели растянулись в живую цепочку и продвигались вверх по склону, все время выкрикивая имя женщины. Вскоре они услышали приглушенный крик в ответ и пошли на голос. И вот это вот это. Близна пошла. Ну я там как раз сейчас посидела. Кофе попила. Холодная. И пошла вниз. А сейчас вы откуда лезли? А? Лезли откуда? Снизу самого? Снизу. Снизу вон. Я говорю, я овентацию потеряла. Вот вам знак. Не ходить одной. Вот сейчас вам Бог сказал. Никуда. Как пояснила 62-летняя жительница города Шелихово, по этому маршруту она ходила десятки раз. Он не представлял для нее особой сложности. Но из-за ветра и снега в условиях плохой видимости пенсионерка потеряла ориентацию и решила переждать непогоду под деревом. Чтобы согреться, она выкопала под елкой в снегу углубление, а сверху накрыла себя лапником. Не замерзнуть во сне женщине помогла музыка. Она слушала плеер и боролась со сном всю ночь. Утром, несмотря на переохлаждение и стресс, она продолжила маршрут. Идти не могла. Ползком передвигалась в неизвестном направлении, пока ее не обнаружили спасатели. Они напоили женщину горячим чаем, попытались отогреть ее замерзшие руки. После чего по очереди на себе несли ее несколько сот метров до того места, где оставили сани и рюкзаки. Сейчас туристка с обморожением рук и ног госпитализирована в медицинское учреждение. Научились подделывать даже официальные номера телефонов банков. Мошенники стали более изощренными. Сотрудники полиции только на прошлой неделе зафиксировали более 10 случаев обмана по схеме. Вам нужно срочно заблокировать карту. Людям звонят неизвестные, которые представляются сотрудникам их банка. Причем с официального номера, который указан на обороте пластиковой карты. В беседе они выясняют конфиденциальную информацию платежных карт. Полный номер, срок действия, трехзначный числовой код с оборотной стороны. А также одноразовый пароль, который приходит владельцу в смс-сообщении банка. Это позволяет украсть деньги. Зачастую им известные персональные данные жертвы. Они имитируют речь сотрудников банка и работу колл-центра. Если человеку позвонил неизвестный, который представился банковским работником, неважно, позвонил он с номера телефона, который есть у него на карточке, на банковской карте, есть основания полагать, как будто действительно сотрудник банка, либо какой-то другой номер использован. В данной ситуации человеку нужно сохранять бдительность в первую очередь. Ни в коем случае не сообщать ему данные о себе и о своей банковской карте. Если есть необходимость продолжить с ним разговоры, лучше положить трубку и самостоятельно набрать тот самый номер с обратной стороны банковской карты, который указан, и в диалоге уже наверняка с банковским работником продолжить эту беседу. А вообще только за два дня в полицию обратились сразу 26 человек, которых обманули аферисты. Это самое большое количество пострадавших в такие короткие сроки за последние несколько лет. Пострадали жители Иркутска, Братска, Ангарска, Устилимска, Шелиховского и Казачинско-Ленского районов. Они перевели мошенникам около миллиона рублей. Злоумышленники чаще всего используют такие мошеннические схемы. Размещение объявлений о продаже несуществующих товаров, предоставление несуществующих услуг по заниженной стоимости с предоплатой, получение номера банковской карты, даты ее действия, кода безопасности под видом добросовестного покупателя товаров или услуг на сайтах бесплатных объявлений. И одна из самых популярных легенд – ваша карта заблокирована. В дачном поселке Озерное в Иркутске пришлось силами спецназа отнимать охотничий карабин у пьяного мужчины. Полицию вызвали очевидцы. Они рассказали, что их сосед злоупотребил алкоголем и теперь стреляет из оружия по домам. Прибывшие на место сотрудники правопорядка установили личность дебошира. Выяснилось, что у 43-летнего местного жителя зарегистрирована не одна единица стрелкового оружия. Полицейские вызвали подкрепление и обезвредили стрелявшего. А сейчас хулиган находится под стражей, с ним работают следователи. Очевидно, что лицензии на оружие мужчина лишится. Также ему предстоит ответить по статье Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает до 5 лет тюрьмы или крупный денежный штраф. Более тысячи баллонов с ртутью вывезли из промплощадки у Солихимпрома. Утилизацией занималась компания из Новосибирска. Полигон расположен в Краснодаре. Кроме этого, правительство Иркутской области выделило денежные средства из резервного фонда для обеспечения охраны объекта. А это более 600 гектаров. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Крючков. Еще на месте бывшего производства остается около 60 тонн токсичного вещества, 4-х хлористого кремния. На его ликвидацию потребуется около 27 миллионов рублей. Сейчас емкость готовят к вывозу. С коллегами из Минприроды мы этот вопрос проработали. В том числе и губернатор разговаривал с министром природных ресурсов на эту тему. Понимание со стороны Министерства природных ресурсов Российской Федерации есть полное. Объект, безусловно, необходимый к реализации. Но мы сейчас и министерство в курсе того, что необходимо сейчас пройти экспертизу. Как пояснил министр, из 600 гектаров территории Усулихимпрома чуть более одного гектара находится в областной собственности. Остальные земли принадлежат Росимуществу. Объекты на них частная собственность. Именно поэтому на сегодня оценить весь объем вредных и токсичных веществ на территории бывшего завода невозможно. При этом проект утилизации входит в федеральную целевую программу охраны озера Байкал. Предварительно демеркулизацию цеха артутного электролиза оценивают в полтора миллиарда рублей. Хостелы в жилых домах теперь под запретом. Соответствующий законопроект приняла Государственная Дума России в третьем и окончательном чтении. Споры вокруг этого проекта не утихают уже несколько лет. Жильцы писали петиции в поддержку этого закона. А вот владельцы мини-гостиницы некоторые экономисты выступают против. Считают, что закон хоть и нужный, но пока сырой. Что же думают о новом документе представители иркутских хостелов и пользуются ли спросом такой вид отдыха? У нас слово Виктории Малой. Анук и Джеймс – путешественники из Франции. В дороге они уже больше года. Чтобы позволить себе такое большое путешествие, у себя на родине они много работали и пять лет откладывали деньги. У молодой пары нет ни дома, ни машины. Зато есть непреодолимое желание увидеть весь мир и каждый день узнавать новое. В России молодые люди уже в третий раз. Были в Петербурге и на Алтае. Теперь решили посмотреть Байкал. Чтобы увидеть все, что хочется, приходится экономить каждую копейку. И хостел – большая подмога. Мы уже 13 месяцев путешествуем. Тогда деньги мало, не работаем, зарплаты нет. Тогда мы вообще часто в палатке отдыхаем и тоже люди гости нас. Тогда гостиницу невозможно. Если гостиница, то может быть три недели, а потом надо в доме работать еще. Инна Беликова, администратор в хостеле, работает уже несколько лет. Говорит, за это время как будто сама совершила несколько путешествий. Каждый день она встречается с гостями из разных стран мира. Это Германия, Франция, Америка и даже Индия. Отмечает, люди едут в Сибирь не за шикарными номерами, а за красотой природы. Кроме того, заграничные жители чаще всего очень бережливы. Это тот случай, когда цена имеет значение. Конечно, как бы в основном люди выбирают у нас хостелы, потому что ценовая политика гораздо ниже, чем в гостинице. Гостиница самая дешевая, можно сказать, что у нас за ночь берет от трех тысяч, да. А здесь у нас, лично у нас люди могут остановиться от 350 рублей. Все зависит от того, какой номер они предпочитают. Хостел, в котором работает Инна, размещен в отдельно стоящем нежилом здании. Но тех, кто сдает апартаменты в обычных домах, предостаточно. Чтобы убедиться в этом, можно просто открыть карту со специальным запросом или прогуляться по центру Иркутска. Только в районе сквера Кирова и бульвара Гагарина мы насчитали около пяти домашних гостиниц. Правда, чтобы их найти, требуется определенная сноровка. Скорее всего, основная масса таких предпринимателей находится на чеку и информацию о своем бизнесе разглашать не хочет. Если бы я была владельцем хостела в жилом фонде, на данный момент я бы пребывала в глубоком отчаянии. Потому что тысячи людей потеряют работы, то это просто большой удар в принципе по размещению для туристов в бюджетной категории. Среди опасений специалистов сейчас бизнес уйдет в тень. Ведь обычную аренду квартир никто не отменял. Кроме того, может снизиться и поток туристов. Не всем по карману дорогое проживание в гостинице. А легализовать свой бизнес тем, кто сдает комнаты в жилых домах, тоже затратно, да и не всегда возможно. Переводить жилое помещение в нежилое и строить отдельное крыльцо, как того требует законодательство, можно только с разрешения всех жильцов дома. Проблем много и рады пока только люди, которым такое соседство доставляло неудобства. Виктория Малая, Артур Рощупкин, Александр Барановский. Новости сейчас. И вот о чем пойдет речь далее. Вежливость королей Иркутску мало знакома. Наш город занял лишь 18-ю строчку в рейтинге самых пунктуальных. Так ли это на самом деле? Весну встретили по старинным традициям. Как праздновали Масленицу в Иркутске, покажем совсем скоро. Блинов наелись, а теперь Великий пост. О большом духовном подвиге наш сюжет через несколько минут. Весну Встречайте весну! Красиво! Яркие куртки из кожи, элегантное кашемировое пальто, раскрасят вашу весну яркими красками. Веснова новая коллекция кожаных курток, плащей, кашемировых пальто. Все со скидкой до 30%. Идеальную модель для себя здесь найдет любая девушка. И хрупкая, и роскошная красавица. Мужчины, есть отличные модели и на вас. Встречайте весну, радуйтесь солнцу и больше гуляйте. В куртках и пальто от Истнова это делать намного теплее и приятнее. В этом сезоне дизайнеры выбрали яркие цвета для кожаных моделей, элегантные пастельные тона для пальто, косухи и утонченные плащи, классические и авангардные пальто. Загляните в Истнова. Среди огромного разнообразия моделей вы точно найдете что-то подходящее для себя и своих любимых. Только в марте куртки и пальто со скидкой до 30%. И снова Надзержинского 19 в ТЦ «Аврора». В кинотеатре Баргусин состоялась жаркая и обсуждаемая премьера этой весны. В череде эпизодов легендарной вселенной Марвел появился 21-й блокбастер. Это яркий сольник о женщине-супергерою, который стал ключевым мостиком к «Последним мстителям». На премьерном показе все могли сфотографироваться с капитаном Марвел и получить супер-подарки от организаторов. Очень хорошее, такое интересное кино. Перед тем, как мы увидим «Мстители» финал в конце апреля будет, просто все ждут его, но с неверосящим нетерпением. Кто ты на самом деле? Если вы даже не читали ни один комикс, просто прийти и посмотреть на супер-приключенческое кино на огромном экране «Аймекс», это просто очень само по себе большое удовольствие. Еще увидимся. Новый супергерой «Женщина» впервые на экране. Фантастические спецэффекты, захватывающие сцены погони боев. Не упусти возможность посмотреть киноленту в невероятном качестве «Аймекс 3D» и только в кинотеатре «Баргузин». В рейтинге 20 самых пунктуальных городов России Иркутск занял 18 место. Реже всего опаздывают жители Перми, Омска и Москвы. Правда, так считают они сами. Исследование провели специалисты независимого агентства, задавая респондентам три вопроса. Считаете ли вы себя пунктуальным? Часто ли вы опаздываете? И когда опаздывали в последний раз? Хит-парад составили на основании 2400 интервью в 20 городах. В первую десятку рейтинга вошли также Ростов-на-Дону, Киров, Санкт-Петербург, Челябинск, Казань, Волгоград и Новосибирск. Действительно ли Иркутск так сильно отстает по пунктуальности? Мы решили провести свой опрос. Вы пунктуальный человек? Да, наверное. Потому что с этим связана моя работа, поэтому пунктуальный. Какая работа? Я работаю учителем, поэтому мы работаем именно по времени. Я пунктуальный тогда вообще человек. Я лучше пораньше приду, подожду, но опаздывать как-то не мое. Каждый раз почти опаздываю. Правда, я даже не знаю, почему это так происходит. Никуда не опаздываю, прихожу везде вовремя. Всегда? Да. А как вам это удается? Выхожу пораньше. Часы на пять минут вперед идут всегда. Нет, вот сейчас я не пунктуальный, я всегда опаздываю. Я никогда не опаздываю. Вообще никогда? Нет. Как вам это удается? Ну, я стою вовремя и все, я всегда рассчитываю время. Лучше прийти на минуту на час раньше, чем опоздать на минуту. Вот так считаю. Не всегда получается оказаться точно вовремя, даже если запланируешь. Есть вещи, которые вмешаются вне зависимости от того, хочешь, чтобы это произошло или нет. Трамвай сломается, пробка на дороге и так далее. Наверное, нет. Не пунктуальный. То есть вы опаздываете? Бывает опаздываю, бывает вообще не прихожу. Скажите, пожалуйста, вы пунктуальный человек? Да, я да. А как у вас это получается? Это возрастное уже. Вы можете опаздывать. Мы не опаздываем. Более 20 тысяч человек участвовали в масленичных гуляниях в Иркутске. Столбы с подарками, бег на ходулях, бои на потешном бревне – все это организовали для горожан на различных площадках областного центра. Дети познакомились со скоморохами и узнали от них традиции праздника. Катались на аттракционах и играли. На заливе и Коби состоялась настоящая казачья масленица. Праздник по старинным обычаям – кулачные бои, взятие снежной крепости. Я могу сказать, что не только здесь, на этом замечательном, единственном в своем роде месте в Иркутске, на заливе и Коби, проходит эта масленица. Масленица проходит во всех уголках города, во всех районах. Мы это сделали специально для того, чтобы люди не ехали куда-то в одно место. То есть люди могли выйти из дома и в собственном дворе, поздравить друг друга, попросить прощения и проводить зиму. Мероприятия прошли также на бульваре Постышева, в парке Парижской коммуны и во втором Иркутске. Впервые в этом году организовали праздник для жителей поселка Горького. Собирались жители и в своих районах. В роще Березка в Новоленино гостей встречались комарок, леший и баба-яга, который разбудило раннее весеннее солнце. В играх и конкурсах участвовали и взрослые, и дети. Им предстояло помочь баба-яге убраться в избушке после долгой зимы или сделать для нее цветок из проволоки. Для всех соседей приготовил музыкальный подарок хор. И, конечно, гостям приготовили традиционное румяное угощение. Праздничную программу для жителей организовал депутат Думы Иркутска Григорий Резников совместно с Комитетом по управлению Ленинским округом. Когда праздники, оно более сплоченно, ребятишкам есть где разгуляться. Праздники проводят постоянно у нас здесь. И новогодние, и Масленица у нас, и День защиты ребенка. Все это всегда активно, артисты всегда веселые, настроения хорошие. Для меня Масленица – это начало весны. Это начало чего-то нового. Но мы в этом году будем делать свой парк, будем ставить цену фестивальную. Будем на батарейной делать реликтовую рощу, будем делать фестивальную площадку на батарейной. То есть у нас целый ряд мероприятий, которые мы будем в этом году реализовывать. Тем временем испечь блины стала дороже. В этом году стандартная порция теста стоила 132 рубля, сообщает Иркутскстат. По сравнению с прошлым годом в цене выросли все ингредиенты, особенно сахар. На втором месте по повышению стоимости мука. Она подорожала более чем на 6,5%. Остальные составляющие прибавили в цене примерно по 4%. А среди начинок для блинов заметнее наценилась сметана – более чем на 10%. На втором месте мясной фарш. Третье – по взлету цены у сгущенного молока. Мед, жирный творог, бананы, копченая и соленая рыба подорожали незначительно. А джемы, варенье и повидло и вовсе подешевели. Также в цене сбавила красная икра почти на 11% сразу. А теперь время большого духовного подвига. Великий пост начался сегодня у православных христиан. Достаточно ли отказаться от животных продуктов, чтобы приобщиться к нему? Есть ли послабление и кому соблюдать пост нельзя? Смотрите в сюжете Анастасии Байдраковой. Соблюдать Великий пост Алексей Месюркеев начал 8 лет назад. Делится. С каждым годом подходил к этому все серьезнее, все меньше давал себе послаблений. Сейчас старается придерживаться поста очень строго. И спорт в это время не оставляет. Говорит, надо просто грамотно подойти к рациону. Вместо животных, белков употреблять растительные. Это орехи, бобовые и некоторые крупы. Хотя смысл поста не в том, чтобы только ограничить себя в пище. Если ты хочешь просто ограничивать себя в еде по каким-то принципам, а для этого существует диета, пожалуйста, придерживайся в любое время года, когда ты хочешь. Но если ты считаешь, что ты именно человек, который постится, ты должен соблюдать многие другие правила, многие другие обязанности, которые возлагает пост на человека. Меньше раздражаться, не ругаться, помогать близким. Это шанс усмирить свои какие-то страсти и стать более добродетельным человеком. Молитва, добродетели и воздержание от греха – главный смысл наступившего поста. Следует отказаться от всего, в чем вы чувствуете нездоровую зависимость, не потакать своим слабостям и помогать тем, кто нуждается в помощи. Христиане в эти дни держат в сердце образ Спасителя, который 40 дней постился в пустыне перед тем, как идти проповедовать. К большому духовному подвигу надо подготовиться. Каждый человек, вступивший на поприще поста, должен для себя определить свою меру поста посильную. Найти для себя посильные, именно это важное слово, посильные молитвенные правила и посильный физический труд. Можно, конечно, начать с большого правила молитвенного, строгий пост, взять совсем есть, не пить, ничего. Но пройдет неделя-другая, сила нас покинут. И начатый наш труд окажется совершенно никчемным. Тяжелые виды физических нагрузок в это время рекомендуют сменить на более мягкие. Строгий пост нельзя соблюдать детям, беременным женщинам, с осторожностью подходить тем, кто страдает хроническими заболеваниями. А чтобы пост прошел легко, нужно каждое свое действие сопровождать любовью к Богу и к ближним. Анастасия Байдракова, Павел Рютин. Новости сейчас. Итальянцы покоряют иркутскую публику. В цирке состоялась премьера программы «Слоны и тигры». Животные артисты приехали с разных континентов и из разных стран. Выступление дрессировщиков, иллюзионистов, акробатов со всего мира увидела наша съемочная группа. Животные Африки и Австралии пожаловали в гости в сибирский Иркутск. Зебры, верблюды, бизон и даже кенгуру выступают на одном манеже и с одним дрессировщиком. Француз Иван де Форш говорит, работать с такими разношерстными артистами одновременно вполне возможно. Нужно найти подход каждому и не скупиться на похвалу. Мохнатые выступающие, как дети, ждут внимания и ласки. Я люблю своих животных, но в дрессировке, конечно, без терпения не обойтись. Нужно, чтобы животные научились дружить и работать вместе на одном манеже. Я учился дрессуре, одного из лучших дрессировщиков в мире. Теперь у меня есть знания, чтобы работать и показывать удивительные номера для публики. Удивляют своими перевоплощениями иллюзионисты и акробаты. Это полет гимнастки на своих собственных волосах и трюки на колесе смелости. Вообще супер. Такие сложные номера, ну, жутко за них. Страшно, что сорвутся, упадут, но у них все получается. Все окейшно получается. Акробаты, акробатки, все хорошо. Красивые, да, все? Очень понравилось. Все замечательно. Тебе понравилось? Рома, а что тебе понравилось больше всего? Как крустили колесо. Номера артистов уже высоко оценили на международных конкурсах в разных городах Европы. А уже в эти выходные программу итальянского цирка «Асланы и тигры» можно увидеть и в Иркутске. Виктория Малая, Артур Рощупкин. Новости сейчас. И в завершении выпуска о спорте. Иркутский тхаквандист Роман Кузнецов выиграл серебро на соревнованиях в Словении. Рейтинговый турнир прошел в Любляне. Спортсмен выиграл четыре боя. В финале уступил представителю Самары. В конце марта Роман примет участие в международном турнире в Гамбурге. Он является решающим для отбора на чемпионат мира под хаквандо, который состоится в Англии в мае этого года. И на этом все. Спасибо, что были с нами. До встречи.